Годовщина первой ядерной катастрофы сегодня снова объединила жителей села Большие Брусяны. Туда полвека назад переселили пострадавших после взрыва на комбинате «Маяк». Слово Павлу Чимакову. Каждый год у этого небольшого памятника появляются свежие цветы. В один и тот же день в любую погоду сюда приходят вынужденные переселенцы из загрязненных деревень, чтобы почтить память первых ликвидаторов, павших в борьбе с радиацией. С каждым годом их становится все меньше. Из 200 семей, переехавших в Большие Брусяны в конце 50-х, сейчас осталось меньше половины. Все они вынуждены переселенцы из окрестных сел города Озерска или Челябинска-40, первого в СССР закрытого Атамграда, где 29 сентября 1957 года произошла первая ядерная катастрофа на советском пространстве. Это наша родина сейчас уже стала. Там, конечно, родина была родиной. Галина Собакина отчетливо помнит события полувековой давности. Ей тогда было всего 16, когда она стала ликвидатором. Участвовала в зачистке территорий, превратившихся в зону отчуждения. Ходили все по полю, камни собирали, чтобы ничего не оставалось. Шерсти, овечки были, яму тоже зажигали прям живьем. Взрыв произошел в хранилище радиоактивных отходов и был слышен за десятки километров. Но жители Озерска тогда даже не отреагировали. В городе шла масштабная стройка, поэтому к сильному шуму уже привыкли. В результате катастрофы огромная территория в 23 тысячи квадратных километров была загрязнена радионуклидами. После эту зону назвали восточно-уральский радиоактивный след. Данные о катастрофе на Маяке скрывали три десятка лет. За это время 23 поселка ликвидируют. Более 10 тысяч человек навсегда покинут свои дома. Среди переселенцев была и Мария Шиханова. Ее вместе с семьей эвакуировали из села Клюкино в 1959-м. И только спустя несколько лет после аварии люди ощутили на себе смертоносное действие тогда никому не ведомой радиации. Мы все вот это пережили, старики пережили, начали умирать. Начали умирать от непонятной болезни. Но мы не знали, мы не знали, мы же узнали через много-много лет. И вот мы в этих предположениях и жили, зачем нас выселили. В селе Большие Брусяны их по-прежнему считают новоселами. Трагедия 57-го объединила этих людей. Поэтому друг о друге здесь не забывают. Мы живем, понимаете, как одной семьей. Если у кого-то радость, мы радуемся со всеми. Если у кого-то горе, мы стараемся как-то помочь. В канун 55-й годовщины первой ядерной катастрофы СССР, перебирая старые фотографии, жители вновь вспоминают те страшные события, которые навсегда изменили их жизнь. Женщины ревут, вот знаете, такой вой по деревне. Созданием атомной бомбы Советский Союз в 50-х стал второй сверхдержавой планеты. И лишь намного позже станет известна страшная цена за прорыв в атомный век. Павел Чумаков, Александр Черных. События ОТВ.